разбить бы все это несколько тем которые сейчас только вам рассказывайте два часа которая глава учебник не об этом никто не за это студенты не знать то что обязаны знать души нету человек поехали от я успокоиться не могу так убьешь меня после этого вебинара сколько ты меня просил поспокойнее не получилось 5 жамалдинов ну николай это он мой духовный брат как я этим удовольствием я его ролики смотрю как он умеет рассказать милиции что удивляло сидит несколько человек уже не просто читает он читает в официальном месте перед ним самые простые люди судя по репликам это зал и там что-то мы хотим призыву президента николай и там сидит три-четыре человека с каменными лицами не вот это вот и думаю господи боженьки думаю что же несет хотя все что несет это быстро вынесем на пару так понял да николай продолжай благословляю как старший товарищ арсенко строма привет садоводам учителю здоровья вот я еще раз говорю мое здоровье зависит от того что я холодная вода горячего рассказывал голова ноги вот раз как потом носит еще добавлю вы сказали про здоровье я сам цепляю за ваши слова потом каждый день уже противопоказано нырять венесею почему потому что можно становится сердце подведу людей тогда я становлюсь пустую ванну каждый день ванну принимаем полную потому или рассказал как это я делаю а тут еще пустую ванну включая очень горячую воду ну и где-то с минуту под очень горячей водой пытаюсь перегреться с головой совсем полностью перегреться а у нас холодная вода она зимой и летом ледяная потом резко выключаю горячую воду когда перегрелся уже все капитально вот и почему я не делаю это в ванне я боюсь там сердце становится я утону раньше я делал как я в кипяток садился это было профилактика кипятке насижусь и потом подстрою холодной а сейчас пустая ванна чтобы не утонуть ну то есть в сердце не выдержит под горячим крутым кипятком стою 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 вот уже красный как рак включая горячая и одной ледяной а дальше продолжает лица только ледяное сколько терплю сколько могу сцепив зубы все это мне заменило моржевание и получается многие лечу отдельно помните секрет двух тазиков вот голова каждое утро чищу зубы а потом горячей воды подержу перегрею это отдельный еще плюс сумме получается что мне говорят ой константинович будь случись чего тромб оторвется и все и ты пропал нельзя так резко если уже этого не случилось много лет назад нет у меня там тромба да я не не то самое то я полный там у меня многие процессы замедлены потому что лишний вес не мешает а как я когда без сладкого не могу вот ничего не могу поделать я бы скажем в этом все меньше меньше потому что коронавирус а здесь все-таки после всех этих процедур мне не может быть это никаких травмообразований хотя бы этого не боюсь ну и плюс я сказал если у меня этот самый хорошо насыщенный раствор назовем этот чаем вот брусника черноплодка которая снижает давление я уже несколько месяцев как последний раз мерил давление черноплодка вот шелковица китайский лимонник вот дальше еще парочку я уже забываю памяти нет поняли да и теперь вы мне здоровья желаете это я вам желаю здоровья я надеюсь что 73 года которые мне исполнилось вы будете такой как я морда кирпичом в экран с трудом влезает вот и это тоже о здоровье знаете как у нас на украине говорят у нас не говорят толстый у нас не говорят жир нет у нас говорят справный я справный ребят дальше игорь здраво лабасов доброго вечера возвращая ваши пожелания добрый вечер валентин валентин игорева доброго дня суток так бухтияров привет казахстан а вы мне недавно звонили ли нет я вас еще по ошибке назвал валентином но это у меня бывает я уже не помню почему вы звонили а или мы просто по моему делились этими секретами наташа здравствуйте можно в октябре пересаживать санцы абрикосов выросли из ваших косточек когда самое благоприятное время для пересадки самое благоприятное время когда они растут в горшках тогда уже это время довольно широкое август сетябрь октябрь ноябрь вот раз она в горшках сильную обрезку вот с горшка вытащили вот таким плотным компом земли из рынка где закапываю горшок перед продажей солнце и тогда одно а вы не пишите допустим вы ворачивали в горшках или с моих костях но скорее всего нет чаще нет тогда получается есть два времени первое пока с листьями они прижимутся и у меня такие примеры есть так например а я не знаю где вы живете допустим средняя полоса берем самую среднюю средняя полоса среднерусская низвенность нет среднесибирская низвенность это по ту сторону урала восток а запад называется среднерусская вот сколько урок географии географии среди среди русская равнина так вот на этой равнине получается уже сейчас в сентябре к а уже нет уже сегодня 1 октября значит еще вас есть не упали тогда значит пересаживайте с листьями приживутся тем более у вас теплее если вы средняя русская равнина а если 7 или нужнее вы же делаете поправку сами теперь второй момент пересадка перед самой зимой если кому земли вот так коротко вы еще не узнаете есть только на выгопайте поймете есть он или нет так теперь сегирев так знакомая фамилия вопрос по русскому ректора года для тоже картина до августа появляется новый побег от аруи как я люблю таки вопрос сейчас только мне надо глянуть на ватсап я столько за речи уходите заказ есть давайте послушаем так не одного перевода нет это нормально посмотрите сейчас приходит очередное это я это учеба учеба я ничего не выдумываю смотрите привет извинишь отдыхаю можешь извини то есть как бы близкий человек и якобы есть фотографии вот я как валентина или верхова может тут за соню проголосовать это моя племянница у них болит на школе конкурс проходит немного голосов не хватает для победы вот его тот конкурс вот и два раза одно и то же и так сам слышал по телевизору серьезно все говорил только проголосуйте у вас на счету не будет ни одной копейки может быть она настоящее нужно было написала полега сатирыч это я соли нет это это я там иванова сидорова петрова вот из мою соню знаешь проголосу и видите то есть на ты все вот чистое стопроцентное мошенничество почему шестой или восьмой раз получаю такие вот и если верить телевизору это официальные данные вот сразу останусь без денег а я уже узнавал вы тоже некоторые уже получаете такие не только я вот с этим разобрались пригодится у меня когда самый первый раз я про это проголосуйте там опять же и главное без этих фантазий не хватает опять это проголосует как будто это что-то даст и чуть-чуть и проголосовал добрая душа теперь так это вот это это все на хорошие не ответа не привета ни одного заказа не сделаны не на русские абрикосы не на русский орех не на что идем дальше вот ну позже все равно будет согласитесь что сейчас вам рассказал польза от этого будет кто-то выкопать яму и бой туда бытовые охоты скидывать чтобы у него это это же самый перегной только с отсрочкой так и так считаем снегирёва валерий константинович вопрос по русскому ореху второй год одна и та же картина до августа появляется новый побег вырастает до 40 сантиметров и все стоп теперь на трубу то вне кустик вместо дерева причем пустить 4 побега но все короткие у земли что с этим делать может пересадить может не подошло ничего не делать ждать значит если бы вы видели а я есть такие вещи где я ничего не это не вижу и слышу а в данном случае я долго сосед продал участок новому соседу вот русский орех тоже был только за тем чтобы раскалывать и кушать не пропадать добру а я наблюдал превратился в начале 1 1 ветка потом это ветка начала подыхать и тогда хозяин уже новый отрезал ее подыхала вот как у вас и когда пошли вот так вот вот так вот так и до сих пор и прошло действительно пусть и 40 лет вот около 40 лет 38 39 он до сих пор дает сумасшедший выражение поняли да значит получается я бы на вашем месте не делал ничего адаптировалась и может будет прекрасно жить жамалдина когда закатали сергей для плёте ну мой стандартный ответ не один день два а пусть бы недели две постоит морозы 10 15 20 градусов при этом если у вас настоящие маточные деревья то есть живые здоровые 20 15-20 градусов мороз их не убьет подождать еще недельку мороза дерево засыпает окончательно и тогда срезать еще не испортили мороза до ждать дальше нельзя а вдруг будет 40 вот поэтому у нас сибиряк тогда обрезать когда теперь по времени я помню самая яркая картина 30 лет назад я бы не запомнил я поморозил погреба картошку я все проветрил поветрил картошка было много вот и погреб не закрыл а тут случилось так что я не мог с завода уехать там аварийные дела два дня на 7 и 8 ноября стояла минус 20 минус 22 7 8 ноября это закрывало как-то мы купили бычка на троих забили его на балкон это было уже декабрь а у нас на балконе портился у меня потому что вспоминаю пол декабря было минус 2 минус 5 то есть настолько размороз по температура что лучше не спешить подождать но успеть вовремя заготовить по времени сказать ноябрь или декабрь я не могу конкретно на месте будете принимать решение так наталья доброго времени свинин привет на усырейке и китайские сливы что лучше всего поливать ведь я сюда не хочет у меня кусурийская желтая слива так и называются рискал у меня на нее аллергия она сама по себе неплоха она может дать очень мелкие плоды но чаще дают средние или даже крупные желтые хопты мы делили как усырейскую но очень крупные вот выдели хотя и никто не привала все это было в виде сердца прошу сурейки выращивайте без прививки а китайские сливы их надо и через тире усырейской китайской фактически это посердно тоже а цвет желтый розовый красный синий красный желтый желтый красный вот лучше всего красно 7 и красно-желтые а хоть если выплевается на них все любые любые лобасу леонид в этом сентябре зацвел саженец кивити ухты саженец покупал у сергея лёш вверх году наверное за теплой осенью решил зацвести да перед этим саженец бросил почти все листья также видел одинокий цветок на друшу да и раз уже на груши цветок осенью еще и на яблони цветок осенью это говорит о том что у вас деревья перепутали осень с весной вот и все это значит какие-то потери будут деревья обычно не страдают вот часть урожая можно потерять снова сега еще вопрос когда лучше рассаживать плотно посаженные косточки в открытом грунте то есть посадили косточки плотно и все примерно одинаково подращивать сейчас ничего не делать почему 1 1 7 1 октября например надо думать с какой целью вы будете это делать просто так взять прореживать да тогда значит красную может вы уже знаете что я советую лучи ручек оставить навсегда тогда остается вопрос не выкапывать все подряд а именно прореживать лучше оставить а остальные выкопать тогда остается вопрос когда это делать это я этим сказал если еще лист хорошо держится если аккуратно выкопать пусть даже без земли но хорошими корнями сделать где-то 50 процентов отрезать можно пересаривать сейчас лист поможет половина старших листьев нижней части с листьями зелеными она поможет вырастить корни я всегда удивлялся знаете как я брал но я всегда пытаюсь все это я всегда пытаюсь это все как-то объяснить давайте попробую объяснить значит я выкапывал тоже какой примерно в это время первых числах октября что я видел к этому времени допустим я их еще не пересаривал а на них уже появились осенние беленькие корешки тогда я сказал себе раз в это время рост корешков то есть октябрь месяц на большинстве областей еще теплее чем у меня там тем более значит тогда есть надежда что осенью свежие корешки появится а с прежней же искалечены как правило появится дерево лучшим живется и нормально перезимуете можно подумать продать дополнительное утепление и так далее вот то есть вот таким образом а если я еще пересаживал студента в конце сентября в первых лет во второй половине сентября а через месяц выкапывал уже выкопанная но посажены и плюс еще и обрезаны весь месяц еще и до зимы далеко выкапывал ну бывали причины они тоже с белыми новыми корешками так поэтому сейчас пожалуй пересаживать можно если ах если осторожно снова александр а в сентябре 2 шокодвижение корни растут почки светут уже и без листа да только из хорошо когда почки цветут без листа корни действительно растут но мне надо кажется что вот все чисто формально сокодвижение это конец августа начало сентября максимально ну и конечно же сон движется и в сентябре и в октябре и даже в ноябре а даже зимой движется только гораздо медленнее вот так что вы правильно заметили вы молодец александр у вас как раз жалобка работает ничего не могу сказать так наверное никто еще не пишет наверное решили сэкономить время давайте тогда закачивать этот разговор вот и надеюсь что новые участники может все-таки заказы сделают давайте пока не забывайте что сейчас все очень быстро делается пока не раздумали заказывать потом больше вы никогда не закажете это касается большинство из вас сейчас когда закончится вебинар брат пришлет мне ссылку там окажется что меня слышало 100 человек вот ну на этом я с вами прощаюсь но ненадолго ровно на неделю думали мы думали решили продолжать вот уже то что третья книга благодаря вебинара появилась это значит что такой шанс опускать нельзя да и потом фактически мы с вами готовим почву для будущих учебников для будущих новых программ для школ и для университетов а кто если не вы до свидания друзья и с вами прощаюсь а